Ни хрена не видно, но ладно. В общем, как вы заметили, я пришла сюда одна. Как вы заметили? Но я пришла. Я пришла с плахатом любовь и сильнее с страхом на нем написано. То есть, этим плахатом я хочу спрятать ключи. Чтобы все любили себя настолько сильно. Здравствуйте. Чтобы все любили себя настолько сильно, чтобы защищать свои права, чтобы отстаивать их, чтобы не бояться. И чтобы защищать права своих родителей, всех своих близких. Всех тех, кого вы любите. Это ваше право здесь стоять на пикете. С каким угодно, с требованием. Я сегодня... Я сейчас скажу на пикете. Потому что у меня ошибка была, потому что он дешикарит вам. Это я знаю, что он дешикарит. В общем, так, люди. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день более 7 убийств. Более 7 больших убийств. Самый из них яркий это Дуата Гадил и его 17-летний сын Джанбуата Гадил. Он убили в том году за правду, за то, что он умел говорить, за то, что он не молчал. У него, как... Он убил, как... У него, как как... День вашей сын. У нас сегодня себе 10 лет для того, как... Как его отца задерживали. То есть, у нас на... А... На сегодняшний день у нас более 100. Более 100. Более 100. Репрессированных это люди, которые находятся в тюрьме, Асхат и Сибаев, Авай Безенитов, Кайрат Квышев и так далее, их очень много. Это люди, которые находятся под домашним арестом. Это люди, которые находятся с большими штрафами. А за что они все беседуются? За что? За правду! За то, что они не молчат. За то, что они отстаивают свои права. За то, что они умеют говорить. За то, что они не боятся сказать правду. Вот за что все они находятся в тюрьме. Извинут под домашним арестом. Либо это репрессии на чьи-то, либо же это огромные штрафы. Василь Вин. Даже такой человек, как Елена Семенова. Это же женщина одна. У нас защищает права заключенных. Даже она преследуется этим воровским государством. Даже она преследуется этим воровским государством. Здравствуйте, Камиля. Мы тебя ищем. Мы там забрали. Сейчас скажем. Сейчас позвоню. Я же сказала, когда вы уже что-то пришли. Да, сейчас сюда приду. Мы там стоим. Мы там стоим. Вот. И люди разошли. На мой взгляд, и не одна оказывается. Сейчас приду. Стараются, и не одна люди. Сейчас, сейчас все. В общем, так. Запомните одну. Более ста репрессионных у нас сегодня. На сегодняшний день. Стараться не больше ставят... С... 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 социального. Хотя бы право на одиночный пикет. У... 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 уже... Сегодня, видите, что, 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 что сегодня абсолютно никто, ни один позорник меня не стал задерживать, ко мне не стал подходить, ни один позорник, ни один мед, ко мне сегодня уже не придут. А почему? Да потому что они боятся быть в спите. Это правда они боятся? Потому что они знают, в какую щеню они творят, потому что они знают, в какое безвредел они творят. Вот почему. Я ору, потому что у меня ни шансов нет, поэтому я ору сильно. Так, сейчас я сделаю поярче, а то видно нет, господи. Так, яркость. Я давно стою, когда ты начала разговаривать, и сразу подошел. А я там стоял, а ребята там сидят. А как вас зовут? Как вас зовут? Саги Дудла. А какая Саги Дудла? Скажите, что-нибудь нашим людям, что-нибудь скажите нашим людям, что-нибудь. Что-нибудь скажите нашим людям, тем, кто смотрит на все. Я хочу сказать, все знают уже. Сейчас в прямом эфире. Мы Камилю поддерживаем. Всех заключенных отпустили и что? Вот пишите. Всех поддерживаем. Требуем, чтобы всех политзаключенных отпустили. Потому что они незаконно сидят. Потому что они за правду сидят. Их закрыли за правду. Они все находятся в тюнях за то, что они говорят правду. За то, что они не боятся. За то, что они отстаивают свои права. Как это происходит в адекватных странах. А у нас страна отстала. Именно потому что вы боитесь выходить в новости. Именно потому что вы боитесь заявлять о своих правах. Элементарное право на одиночный пикет. Вы это раздевали. Боитесь. Элементарно. Бойтесь с повадом на улицу. Вы боитесь. Элементарно. Это вообще элементарное право. Так. Так. Здравствуйте. 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 А что наши все памятники придут, Тань? Я не знаю почему они там. Но я тут наружу. Вот. Как вас зовут? Полгад зовут. Скажите, что что-нибудь людям наши, которые сейчас смотрят в тюнях. Всем. Салам алейкум. Здравствуйте. Меня зовут Есенов Талгад. Я являюсь гражданским артилистом. Мы пришли просить свободу нашим политзаключенным. Требовать и не просить. Требовать свободу всем политзаключенным. Салам алейкум. 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 Необходимо требовать, и требовать, и требовать, да конца требовать, чтобы Асхата, Кайрата, Абая и всех остальных людей отпустили. Они находятся вообще в факультете надуманным тупым обвинением в тюрьме, а вы все молчите. Почему вы молчите? Я никак не могу понять, почему вы молчите, почему вы боитесь репрессий, почему вы боитесь репрессий, вот я не могу понять, почему. Вот, и если бы все люди вышли на улице, а остальных, к примеру, 50 тысяч человек, и все. Никакая полиция бы нас не оставила бы на всех, людей, которые мирные, недооружные люди. Ой, здравствуйте. Это наша патриотка, это наша патриотка, это патриотка нашей страны. Вы посмотрите, какое отношение наше государство проявляет к нашим гражданам. Давайте, все говорите, вот, что, ну, не говорите. Все говорите, так много людей пришло, я не ждала, что там много людей пришло, меня поддержают, спасибо, мы твои люди. А сейчас я на всех хочу представиться искренне. Помогите, вы не чувствуете, мы все молодцы. Прямо мне сказать, как вы, говорите, не говорите. Не говорите. Господин вы! Мы не говорим еще, мы здесь, но не говорим. Вот, и что это говорит. Говорите, просто. Меня зовут Бога Бельцинсы, Зангер Карай, Васынбек, Касыбек Олом Кулап, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...